Здарова, Чумба, у микрофона как обычно я, Никита Стриж. Вообще, на прошлой недельке должно было выйти еще два видосика по Тринити, но у меня случилась проблема, когда я чистил свои уши, я случайно поцарапал правое ухо изнутри. Теперь оно у меня сильно болит, вернее, сильно болело, и было приглушенным. Оно до сих пор болит, уже не так сильно, но все равно болит, и также до сих пор немного приглушенное. Надеюсь, это как-то исправится, если нет, придется идти к врачу, но в любом случае делать в таких условиях видосы не очень комфортно. Но несмотря на это, я все-таки делаю видос, так что я думаю, это точно заслуживает лайка. А также в прошлом видосе я делал розыгрыш на 100 тысяч вирта рандомному комментарию, в плане никнейма, кто укажет его. Эти деньги получает вот этот чел на экране, который вы сейчас наблюдаете, и также сразу запускается новый конкурс, то что нужно сделать, это опять же напишать ваш никнейм в комментариях, и больше ничего. Также в следующем ролике я выберу нового победителя на эти 100 тысяч, так что просто пишите никнейм и забирайте деньги. Ну и всем приятного просмотра. Так, поступил вызов с Глендпарка, коллективное избиение. Давайте, отреагируем, я думаю. Сообщите о работе над вызовом. Ага, установить маркер, значит. Так, 1л98, реагирую на вызов 138. Поехали. Мигалки включать не буду, сирены вернее, а вот так чисто. Лайтбары можно включить. А, так это прямо на респауне, да, вот фракции какой-то. Вроде балосы. Или кто это? Нет, какие-то латиносы. Так, получи. И кто кого избил? Типа свои, своих же? Или что? Прибыл на место вызова, наблюдая парня на земле, возле него 4 латиносы. Погнали. Куда ты там сваливаешь, слышишь? На месте. А, вон он, вон он, вон он. За домами бегает. Ну, вон, за домами просто бегает, да и всё. Ну, вот он просто вот так будет бегать, и всё. Это вот весь геймплей. Короче, заебал ты. Да, забеги в интерьер. Лучшее решение, братан. Вот сейчас буду пробел с вами, чтобы просто его догнать. Конечно, сейчас будет игнорировать мои удары по нему. Не игнорирует, ладно. Удивительно. Валит Оскара на землю, толкнув его со спины, сразу же заламывает ему руки. Валится на землю от толчка полицейского, криктив пытаясь выбраться из захвата. Не дёргайся, блядь. Не затыкай мне рот, мы в свободной стране живём. Вытаскивает наручники из чеклавы, надевает их на руки Оскара. Заткнулся. Нахуй тебя. Шарф, что там у тебя? Общается пыраться, придерживая Оскара на земле, лежит на земля наручниках, орёт на копа. Блядь, у меня руки затекают нахер. Ай! Да мне покер, лежи молча и терпи. Прохлопывает вверх одежды Оскара. Есть что-нибудь? Пару сотен баксов, мобильник и кастет. Ага. Запирает кастет, поднимает Оскара на ноги. Пошли, только дай повод ещё раз тебя в лицом землю уткнуть. Ну там же смотри, будет мне кирпич прям метко в голову кидать, смотри. Несмотря на то, что вот... Вот честно, не люблю ничего спорить в ОЦИ чатах. Никогда этого не любил. Но ситуация такая, что эти парни не смогли договориться, что они конкретно будут отыгрывать. Другой мне хотел кирпичом по голове ударить. Другой меня сбивает на пешеходе. При этом забирает этого человека, которого я арестовал. Хотя по логике я его веду под руку вместе с собой. Если он сбивает и меня, то он сбивает и Оскара. То есть тогда по сути мы просто вместе умираем. И какой смысл от их действий. Я им это в ОЦИ объясняю. И они принимают решение это откатить. И по итогу меня всё-таки ударяют кирпичом по голове. Но я не буду отыгрывать, что я там потерял сознание. Потому что от кирпича эти сознания не теряют. Во-вторых. Ну чисто в теории я мог его услышать, как он подкрадывается. Во-вторых, офицеры довольно бдительные. Поэтому играть потерю сознания, ну это абсурд. Для подготовленного офицера. Да нет Никита, это не просто абсурд терять сознание от удара кирпичом по голове для опытного офицера. Это ещё и не реалистично. Эти парни просто насмотрят за фильмов, где людей всяких бьют по голове и они теряют сознание. Вот лично у меня имеется на опыте, как моего знакомого ударили по голове и он сознание не потерял. Но кровь шла там у него приличная. Но максимум, что будет от такого удара, это сотрясение, но и не более. Ну и в общем-то я доложил нашим ребятам по рации, что вот такая вот машина увезла моего подозреваемого в наручниках. Также они ударили меня по голове, могут быть вполне вооружены, поэтому всем быть осторожными. Приехал мой коллега Майк Тускан, оказал мне первую помощь, осмотрел моё ранение на голове. И дальше мы уже направились на поиски этих ребят. Прятались они недолго, их довольно быстро обнаружили, и мы туда уже подъехали вместе с Майком Тускана. Чё к делаю? Оскар Сота берём. Софи, Софи. Оскар Сота? Да, да, да. Где он? Ну, на Клинт-парке где-то. Бери того, кто там. А, вижу его получается. Он в наручниках сбежал от вас? Да, 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 в наручниках. Самое важное, кого удалось всё-таки взять, это этого Оскара, который сбежал от меня в наручниках, запрыгнув к этим ребятам в пикап, в этот чёрный пикадор. Правда, каким-то образом он освободился от наручников за столь быстрое время. Ну, конечно, они мне судить, что они там отыгрывали. Честно говоря, даже и пяти минут не прошло, так они уже от наручников избавились. Не моё дело, но да ладно. Главное, что мы их обнаружили, мы с Майком Тускана быстро его оформили, надели на него наручники, посадили в машинку и передали его офицеру из бандоподавления. Почему именно офицеру из бандоподавления, а не мне? Да, потому что этот Оскар оказывается важная шишка в какой-то банде, судя по его татуировочкам и по его общению. Несмотря на некоторые нелепые моменты в игре, ситуация получилась довольно хорошей, мне понравилась. Но та ситуация изначально, где они не смогли договориться, либо они меня сбивают на машине вместе с Оскаром, либо бьют меня по голове, это, конечно, выглядело довольно смешно со стороны. Но главное, что всё хорошо закончилось, это самое главное. Да-да-да-да-да, я знаю, что ролик получился максимально коротким, но следующий ролик будет реально интересный, там будет ночной патруль, очень крутые ситуации. И ролик получится, ну, минимум, на минут, наверное, 10, а может и 15, поэтому выход следующего ролика, опять же, зависит от вашей активности под этим видосом. Это, естественно, лайки, комментарии, но комментарии вы и так напишите, чтобы принять участие в розыгрыше. Опять же, напоминаю, что каждый ролик по Тринити разыгрывает 100 тысяч вирт, всё, что нужно сделать, написать ваш никнейм. И в следующем ролике выбирается, естественно, победитель. Ну, а также я вас приглашаю играть вместе со мной на Тринити, также в фракцию ЛСПД, все подробности в описании под этим роликом. Ну, а у микрофона был я, Никита Стриж, и всем пока-пока.